Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. После Первой мировой войны Германия, проигравшая мировую войну, была частично оккупирована. Там расположились оккупационные войска, в том числе американские. Пробыли они там недолго. В 1923 году президент приказал всех вернуть. Но несколько лет они там прожили. И некоторые американские солдаты понравились немкам. А среди американских солдат были и выходцы с юга, темнокожие американцы, афроамериканцы, как теперь говорят. И они тоже очень нравились немкам. И некоторые немки забеременели и родили детей. Это вызвало чудовищное возмущение немецких националистов. Как они посмели? Как могли эти темнокожие, как могли эти негры покуситься на честь немецких женщин? Адольф Гитлер, тогда еще только будущий лидер национально-социалистической партии, говорил, это евреи. Специально прислали сюда африканцев, чтобы они испортили нашу кровь. Испортили нашу кровь. Вот это был главный мотив, которым были охвачены тогда немецкие националисты. И не только немецкие. Начало 20-го столетия. Это время развития биологического расизма. Развитие биологической науки привело националистов к выводам, которые стоили жизни многим людям. Во-первых, исходили из того, что наследуются не просто какие-то гены, наборы генов, а наследуются все качества. Если, предположим, родители воры, алкоголики, люди с ограниченными возможностями, или закоренелые преступники, то и дети их будут обязательно такими же. Это первое. Второе. Есть разница, говорили эти националисты, между различными расами, различными этническими группами. Есть драгоценная кровь, есть кровь испорченная. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы эти крови перемешивались. Более того, от представителей дурной крови нужно избавляться. Начало XX века – это время, когда многие пытались создать нового человека. Одни делали ставку на идеологию, на воспитание нового человека, а другие – на кровь. Наука Евгеника, наука исправления человеческой природы очень сильно распространилась. Причем распространилась она на севере Европы. И началась тогда стерилизация тех, кого считали опасной в смысле продолжения наследства. То есть многие националисты, занимавшие высокие посты и в науке, и в правительстве, и в парламенте, в северных государствах, которые ныне считаются просто образцом демократии, считали, что определенным людям ни в коем случае нельзя позволить иметь потомство. И началась стерилизация тех людей, которых считали неизлечимо больными, непригодными для жизни, опасными для жизни, опасными для продолжения рода. Эта наука о том, что не все имеют право на жизнь и на потомство, действительно распространилась очень широко. Способствовала этому идее Чарльза Дарвина о естественном отборе. Биологи-националисты рассуждали так. Если в природе, в животном мире это правило существует, выживает сильнейший, то бессмысленно человеческому сообществу этому противиться. Зачем тратить огромные силы, средства, деньги на то, чтобы сохранять жизнь и продолжать потомство тех, кто на самом деле не нужен. Зачем нам нужны эти люди с ограниченными возможностями, как мы сейчас интеллигентно говорим, а тогда говорили просто об инвалидах. Зачем нам нужны эти больные люди? Зачем нам нужны эти носители дурной крови? От них надо избавляться. Это пойдет только на пользу человечеству. Идеи эти еще, я повторяю, это вновь и вновь широко распространились. Уинстон Черчилль, одна из самых знаменитых и уважаемых фигур британской и мировой истории, ведь был человеком, который тоже делил людей на тех, у кого течет благородная кровь и дурная. И, скажем, в Британскую империю входила Австралия, куда когда-то ссылали каторжников. И Черчилль прямо говорил, там у людей дурная кровь, поэтому надо австралийских солдат отправлять туда, где самое большое кровопролитие англичан бы побережем. Он говорил об этом откровенно. Поэтому сейчас, кстати говоря, вот в последние годы, когда началось такое разбирательство с памятниками, поэтому требовали свергнуть памятник Уинстону Черчиллю, потому что он позволял себе такие высказы. Мысль о том, что все люди биологически разнятся, охватили и Соединенные Штаты. Вообще говоря, Соединенные Штаты же – это страна мигрантов, страна, которая добилась всего благодаря тому, что туда устремились миллионы людей. Там многие миллионы людей прошли через остров Элис, где был такой миграционный пункт, созданный еще в 1890 году. Кстати говоря, там почти полтора миллиона выходцев из России прошли через этот миграционный пункт. В основном это были евреи, которые бежали от погромов и переселились в Соединенные Штаты, и внесли очень большой вклад в развитие американской экономики, американской культуры и так далее. Так вот, казалось бы, страна, которая существует благодаря миграции, которая расцвела благодаря миграции, тоже ведь пережила сложный период выяснения отношений относительно того, кого можно пускать, а кого нельзя. Англичанам не нравились ирландцы, англичанам и ирландцам не нравились немцы, англичанам, ирландцам и немцам не нравились итальянцы, англичанам, ирландцам, немцам и итальянцам не нравились славяне, Англичанам, ирландцам, немцам, итальянцам, славянам. Не нравились евреи, которые там появились? Один крупный политик сказал дедушке будущего президента Джона Кеннеди, вы что, всерьез считаете, что ирландцы, итальянцы и евреи имеют право стать гражданами Соединенных Штатов? Да, ответил дедушка Кеннеди, который был ирландцем. Конечно, они просто приехали на один пароход позже нас. Но, это говорили немногие здравомыслящие, а на самом деле там даже существовало законодательство, которое ограничивало миграцию по расовому признаку. Первыми запретили приезжать китайцам. Китайцев в Соединенных Штатах боялись и не пускали в страну. И запрет на китайскую миграцию был отменен в 1943 году, в разгар Второй мировой войны, потому что Китай был главным союзником Соединенных Штатов в войне на Тихом океане против императорской Японии. Приняли закон, который позволял запрещать индийцам приезжать в Соединенные Штаты. Вводились квоты. Этих будем пускать, этих не будем пускать. И резкий перелом наступил после 1924 года. Мы с вами говорили о том, что человечество в определенном смысле движется по кругу, и периоды открытости и глобализма сменяются периодами закрытости, расцвета национализма. Первая мировая война, одно из последствий Первой мировой войны – это окончание эпохи открытых дверей, и, наоборот, время закрытости национализма, никого чужих сюда не пускать. И в 1924 году в Соединенных Штатах был принят закон, который вводил жесткие нормы, но не против всех. Англичанам и северянам, скандинавам дорога была открыта, приезжайте сколько хотите. А вот южаных не ждали. Между прочим, одной из главных жертв этой антииммиграционной борьбы были итальянцы, особенно южные итальянцы, из-за оливкового цвета кожи. Их приравнивали в Соединенных Штатах к темнокожим, к афроамериканцам. Они селились в Луизиане, работали вместе с ними в этом робовладельческом юге. Итальянцев считали существами второго сорта, которые склонны к бандитизму, преступности и всему прочему. Их просто не пускали. Не очень хотели видеть славян и не очень хотели видеть евреев. Вводили ограничения. И будет действовать это очень долго. Потом, когда к власти в Германии придут немецкие национальные социалисты и начнут расовую политику превращать в метод террора и уничтожения людей, в Соединенных Штатах могли бы спастись немалое число европейских евреев. Но и туда просто не пускали. Их просто не пускали. Даже уже президентом стал Франклин Делано Рузвельт, который понимал опасность нацизма, который хотел помочь евреям спастись, вообще всем антифашистам. Он ничего не мог изменить. Известная история. Уже началась Вторая мировая. И судно, на борту которого сотни еврейских детей берет курс на Америку. Она движется в сторону Кубы. Подходит к Гаване. Это все были семьи, которые подали просьбу о въездной визе в Соединенные Штаты. И они думали побыть какое-то время на Кубе, пока Соединенные Штаты дадут им разрешение. На Кубе их не пустили. В Гаване была антиеврейская демонстрация. Пассажиры обращались к президенту Рузвельту. Ничего не изменилось. Никто не получил визы. Судно развернули назад. Оно вернулось в Европу. И эти люди потом погибли. Это была серьезная история. Эти все ограничения будут отменены потом. А тогда огромное число людей пребывало в уверенности, что человечество делится на тех, кто имеет право на жизни продолжения потомства и на тех, кто такого права не имеет. Когда немецкие национальные социалисты возьмут власть в Германии, они начнут с программы стерилизации. Просто будут определены законодательным образом те, кто не имеет права иметь потомство. И туда включались люди с различного рода заболеваниями, которые сейчас лечатся, люди, которые сейчас превосходно интегрируются в общество и приносят пользу, и сами развиваются. Тогда были названы обреченными. Их лишили права иметь потомство. Потом начнется следующая программа эвтаназии. Реализовать эту программу нацистам было не так просто, потому что половина населения Германии – это католики. Католическая церковь запрещает стерилизацию, потому что это вмешательство в божественную промость. Ну ничего. Немецкие национальные социалисты договорились по существу с Ватиканом. Ватикан вел себя очень тихо. Если возражал, то крайне абстрактно. А что касается огромного числа немецких католиков, то мало кто решился возражать. Очень мало кто решился возражать против стерилизации, эвтаназии, а потом Холокоста, уничтожения еврейского населения. Какие-то считанные люди пытались спасти детей, которые были в католических приютах. А считанное число людей возмущались этим. Знаменитая есть пьеса Рольфа Хохотта, немецкого западногерманского замечательного писателя «Наместник». Она описывает эту ситуацию. Герой, католический священник, которого ждет большое будущее, отправляется в Ватикан в Германию. И он видит все эти чудовищные преступления. И он едет в Ватикан, приходит к папе и говорит, что церковь, католическая церковь обязана выступить против этого. И Гитлеру придется прислушаться, потому что на самом деле диктаторы зависят от общественного мнения. Но папа Римский не намерен вмешиваться. И тогда этот священник прикалывает к сутане шестиконечную звезду, которой в Германии отмечали евреев, и отправляется в концлагерь. Рольфа Хохота у нас в стране перевели, я помню хорошо, в советские времена, но ни один театр поставить не решился. Потом Коста Гавриш снял фильм под названием «Аминь», посвященный вот этой истории и на основе этой пьесы. Она произвела сильнейшее впечатление. И, конечно же, католическая церковь потом проделает большую работу. Но в тот момент ни католическая церковь, ни католики не протестовали. Понятно почему. Потому что Ватикан далеко, а райотдел гестапо за углом, и никто не решался сопротивляться диктатуре. Стерилизация, эвтаназия тяжелобольных людей, которые на самом деле заслуживали помощи, были преподнесены немцам как праздник, как нечто, идущее на пользу немецкому обществу. Им говорили, зачем мы тратим такие огромные деньги на то, чтобы содержать этих больных и никому не нужных людей. Мы эти деньги потратим на ваших здоровых детей. Это будет плюс, и страна движется, двинется вперед. Помимо разговоров о том, что вот есть люди, которым нельзя иметь потомство, еще более широкое распространение получило идеи о том, что есть различные расы, различные в смысле их ценностей. Есть ценные и не ценные. И я думаю, что Адольф Гитлер завоевал власть благодаря тому, что он сделал немцам роскошный подарок. Они проснулись утром и узнали, что они велики, что они значительно лучше других. Никто из них для этого ничего не сделал. Просто просыпается утром человек, вдруг он понимает, что он принадлежит красе, которая наделена невероятными достоинствами, а рядом люди жалкие и ничтожные. Эта расовая иерархия не только помогла Гитлеру взять власть в нацистской Германии, но и обеспечила ему немалую поддержку на территории, которые потом вермахт оккупирует. Об этой части истории, вообще говоря, не любят вспоминать, но на всех оккупированных территориях нашлось огромное количество людей, которые охотно сотрудничали с нацистами, помогали им по разным причинам. В основном, конечно, по мелко эгоистическим, потому что можно было ограбить жертв, сдал евреев или коммунистов гестапо и получил вознаграждение, или просто что-то украл, или просто ограбил. Но было и другое. Было и приятное ощущение, что мы выше других. Хорваты были поставлены выше сербов, на территории оккупированной Польши немцы, конечно, были выше всех, а украинцев держали выше поляков, а поляков выше евреев. И люди ощущали это приятное чувство, что они на самом деле выше кого-то. Вот ничего не сделал человек, а уже какой-то получил подарок. Эта идея о том, что различные расы существуют, охватила тогда мировое сообщество и очень широко распространилась. Все националистические идеи распространились на территории всех фактически европейских государств. В Соединенных Штатах тоже был. В послевоенной, я имею в виду, после Первой мировой войны, в послевоенной Америке процветали профессиональные антисемиты. Ну, скажем, Генри Форд, создатель автомобильного мира, создатель конвейеров, был пламенным антисемитом. Он не только там издавал протоколы сёмских мудрецов, но он поощрял издание других антисемитских газет и листовок и книг. И он был охвачен этими деньгами. Потом он извинится, когда Соединенные Штаты вступят в конфронтацию с нацистской Германией. Но до этого времени он очень долго поддерживал профессиональных антисемитов. Там существовало объединение американских немцев, организация под названием «Бунт». А там были миллионы немцев, очень многим из них нравились эти идеи. Они их окровенно проповедовали, собирали митинги, высказывали всё это. Там был такой спецназ, который ходил в чёрной форме, как эсэсовцы. Там были люди, пламенные ораторы антисемиты, Чарльз Кофлин, священник, который произносил проповеди и слушал его половину страны. Все они говорили о том, что есть расы, заслуживающие того, чтобы они управляли миром. И расы, которые вообще не заслуживают никакого места в жизни. Особенно сильно это, конечно же, понравилось немцам. Потому что они не просто принадлежали к арийцам, как стали говорить, они принадлежали к той расе, которой весь мир обязан величайшими достижениями. Им говорили, ну что, англичане, американцы, лавочники, торгаши, а вы подлинные носители высокой духовности, только вы и можете определять место в мире. Это имело колоссальное значение для немцев. Потому что история с Первой мировой войной, история поражения в Первой мировой войне сыграла ключевую роль в их судьбе. Тут это особый, конечно, разговор. Но и сегодня в учебниках, в исторических книгах вы найдете слова о том, что несправедливый мир после Первой мировой и привел нацистскую Германию, привел Германию к нацизму. Вот нельзя было так обращаться с Германией, немцев обидели, они возмутились, и поэтому попытались взять реванш. Я категорически не согласен с этой точкой зрения, и сейчас постараюсь объяснить, что я имею в виду. Версальский мир после Первой мировой войны заключался в течение долгого периода, в нем участвовали представители всех стран победительных, всех стран, входивших в Антанду, кроме России. Потому что в России произошел большевистский переворот, отношения были прерваны, и кроме того, большевистская власть заключила сепаратный мирный договор в Брест-Литовске, отдали немалую часть территории страны, заплатили колоссальную контрибуцию, и позволили, и вот этого западные союзники долго не могли забыть, и позволили немцам свои войска с Восточного фронта перебросить на Западный, в 1918 году начать весной 1918 года, вскоре после заключения Брест-Литовского мирного договора, последнее наступление Первой мировой войны. Это западники долго не могут забыть. Поэтому российская делегация в подписании Версальского мирного договора не участвовала, а остальные участвовали. И вот считается, что немцев просто ограбили, их просто наказали. Позволю себе совершенно с этим и согласиться. Когда четырьмя десятилетиями ранее Германия, Пруссия, выиграла войну Франции в 1871 году, и подписали мир, он был куда более жесткий, вот он был грабительским. И нисколько это немцев не смутило. Они подписали этот мир и были абсолютно уверены, что имеют право наказать Францию. Точно так же, как они не сомневались весной 1918 года подписывать грабительский договор с Россией, что они имеют право забрать и территории, и деньги. Но когда с ними поступили аналогичным образом, они страшно обиделись. А обиделись они по двум причинам. Во-первых, потому что они не ждали поражения, сейчас я объясню, что имею в виду. Во-вторых, потому что они считали себя выше других. Это то, о чем мы с вами сегодня говорим. Дело в том, что в Первую мировую войну расцвела профессиональная пропаганда. Да, не было еще интернета, не было телевизора, собственно, не было даже радио. Были газеты, печатные издания, были журналы, были карикатуры. И получила развитие документалистика, кинодокументалистика. Снималось все, что происходило на фронте, показывали такие киножурналы. И люди стали ходить, это имело большое значение. И на подъеме была пропаганда. И немецкая пропаганда, во-первых, утверждала, что Германия побеждает. А побеждает она потому, что лучший солдат, лучше оружие, и вообще немцы лучше. И что до поражения союзников осталось совсем немного. И действительно, 14-й год, первый год войны, был очень успешным для немцев. Они же дошли до Парижа. Париж еле удалось удержать. Потом они нанесли сильный удар по русской армии. И в представлении немецкого населения кайзеровская армия была на волосок от побед. И потом, несколько лет была такая позиционная война, немецкие войска находились на чужой территории. На территории Германии иностранные солдаты вступят уже потом, после капитуляции. Поэтому у немцев было ощущение, что они побеждают. Но вот что-то, что-то, совсем какая-то малость мешает победе. А на самом деле произошло вот что. Наступательный порыв был остановлен, благодаря мужеству французских и русских солдат. Потом была оппозиционная война, потому что действительно силы противников были примерно равны. А потом Антанта начала брать верх, потому что германская экономика надорвалась. Просто надорвалась. Германия разорилась в результате Первой мировой войны. Это скажется в послевоенные годы. А когда еще и Соединенные Штаты в конце войны присоединились к Антанте, то Германия рухнула. Но рухнула она как-то мгновенно. Последнее наступление еще было в 18-м году. И опять немцы наступали. И были страшно рады. Они захватывали какие-то французские деревни. Могли там поесть немножко. Поесть, выпить, были счастливы. Одеться, потому что Германия уже была разорена. А потом вдруг внезапный крах и полная капитуляция. Немцы не были готовы. И они просто не могли примириться с тем, что они проиграли. Они не могли примириться по двум причинам. Во-первых, у меня было ощущение, что вот они побеждают. Увторых, немцы не могут проиграть войну. И тогда возникла эта идея, что на самом деле они не проиграли войну. Они были преданы. Нож в спину. Это генералу Лидендорфу принадлежит. Это замечательная формула. Нож в спину, удар в спину. Это вот сделали враги Германии. Кто? Евреи. В первую очередь. Евреи и социалисты. И эта идея широко распространилась по стране. Потому что это было единственное объяснение, которое немцы могли себе позволить. Признать, что они потерпели военное поражение невозможно. Признать, что они затеяли войну, которая стала для них крахом, невозможно. Признать, что их экономика рухнула, потому что не могла противостоять экономике стран Антанты, невозможно. Признать можно было только одно. Удар в спину. Удар в спину, нанесенный, конечно, внутренним врагом. Ну, там социалисты, анархисты, но главное, евреи. И это объясняло им очень многое. Это говорило о том, что, значит, с внутренним врагом нужно покончить. Кроме того, после капитуляции, после разгрома, после поражения, в стране ведь началась тоже революция. Ну, как и в России. Которая быстрее закончилась по разным причинам. Ну, во-первых, Германия политически прошла уже больше путь. И все то, что создалось в России, собственно говоря, в Германии уже было. В Германии не хватило таких подлинных революционеров, какими мы были, Ленин и Троцкий. Много чего немцам не хватило. И революция довольно быстро закончилась. Но это было время анархии. Это было время анархии тяжелой, тяжело переживавшейся немцами. Которым постоянно говорили о том, что если революция продолжится, будет как в России. Где евреи и коммунисты творят, бог знает что, и убивают людей. Этот страх перед евреями и коммунистами очень широко распространился в немецком обществе. И третье. После войны начался тяжелый экономический кризис. Тяжелый кризис наступил во всех странах, в том числе в странах-победительницах. Англия победила в войне, но она была сильно разорена. Франция победила, она была разорена. Даже Соединенные Штаты, которые невероятно поднялись в определенном смысле после Первой мировой, тоже переживали тяжелые времена. Там было время, когда ветераны собрались в Вашингтоне у Белого дома и требовали своих привилегий. Их разогнали танками. Командовал этим генерал МакАртур, будущий главный полководец Тихоокеанской войны. А его помощником был майор Дуайд Эйзенхаур, будущий командующий объединенным войсками Вторую мировую, будущий президент Соединенных Штатов, очень успешно. Они разогнали этих ветеранов танками просто. Потом будет экономический кризис, тяжелый конца 20-х годов. И у каждого кризиса есть виновники. Но какие виновники могли быть у немцев? Конечно, это были евреи, которые наживались в том числе сначала на войне, потом на поражении, а потом на экономическом кризисе. И это все складывалось вместе и постоянно создавало ощущение, что немцы просто несчастные жертвы. Они такие замечательные. Они такие высокодуховные. Это люди, которые столько дали всему миру. Эти люди, которые должны бы определять мировое устройство и вообще следить за тем, что происходит в мире, а их низвели до такого тяжелого положения. Их ограбили, их разорили. Кто это сделал? Это сделали евреи. Тяжелый, злобный антисемитизм распространился тогда по всей Европе и по Северной Америке. В разных странах, естественно, по-разному. Но в Германии он приобрел особенно вирулентный характер в силу вот этих накопившихся негативных эмоций, которые переполняли немцев. Мысль о том, что я в чем-то не прав. Может быть, я совершил ошибку. Может быть, мне не надо было начинать эту войну. Может быть, мне не надо было делать все то, что я делал в ходе Первой мировой войны. В голову, конечно, не приходило. Но не всем, разумеется. Послевоенная Германия, Веймарская республика – это время, на самом деле, расцвета немецкой культуры, искусства, литературы, кинематографа, духовной жизни. И там было множество людей, которые сознавали, что происходит, которые писали об этом. На Западном фронте без перемен роман Эриха Мария, Ремарка. Ведь, пожалуй, лучшее, что написано о Первой мировой, это бесконечно точное описание того, что случилось тогда с Германией. Но кто же хотел это читать? Для нацистов Ремарк был просто преступником и негодяем. Он уехал в Швейцарию, а его сестра осталась в нацистской Германии. Его посадят и казнят. И представитель народного трибунала, так назывался этот суд, Фрайслер, скажет, мы не можем добраться до вашего брата, но вы от нас не уйдете. Это была тяжелая месть за вот этот вот правдивый рассказ о Первой мировой. Но этого никто не хотел слышать. Все хотели отомстить. Все хотели вернуть потерянные и наказать тех, кто виновен. И поэтому антисемитизм в Германии так быстро приобретет кровавые формы. Но они основывались в широком смысле на этих биологических представлениях о том, что есть расы, есть такой наследственный материал, который прекрасен. И есть наследственный материал, который ни на что не годится. Когда нацисты придут к власти, они начнут проверять всех родословно. Дело в том, что в Германии не было, как у нас в Советском Союзе, пятой графы в паспорте национальности, этническое происхождение. Поэтому надо было это все изучить. А справка о чистоте происхождения требовалась от всех немцев. Ну, разные. Там рядовые солдаты должны были представить о родителях справку, а, скажем, офицеры несколько поколений должны были доказать, что в нескольких поколениях, кроме немцев, у них никого не было. Что в их жилах течет только немецкая кровь. И началась огромная кампания по выяснению своего прошлого. Но в основном опирались на церковные книги, смотрели, кто когда был записан, нет ли там какого-то еврейского имени или еще что-то. И в процессе этой тотальной инвентаризации происхождения выяснилось нечто невероятное. Выяснилось, что у достаточного числа людей есть еврейские корни. Потому что в конце XIX века, особенно при Бисмарке, германское правительство исходило из того, что евреи должны интегрироваться в общегерманскую жизнь, что это деление нелепо. И заключались смешанные браки. И вот вдруг какой-нибудь офицер вермахта, вдруг с изумлением узнавал, что у него дедушка или бабушка, или там двое дедушек или двое бабушек, на самом деле еврейского происхождения. Это был для них тяжелый удар, потому что за этим следовало наказание. По законам, принятым в нацистской Германии, по специальному законодательству, евреи лишались всех прав. Дальше специальная группа изучала процентовки. Значит, полуеврей тоже такой же преступник, должен быть изолирован, исключен или уничтожен. На четверть евреи надо изучать, но на осмушку тоже. Человек, который представляет опасность. Нацистские врачи говорили, что даже если малая талика еврейской крови, она потом возьмет верх, и даже есть хотя бы осмушка. Одна шестнадцатая часть еврейской крови, дальше она разовьется, она вытеснит хорошую кровь, и человек превратится в нашего врага. Поэтому началась тотальная чистка общества от всех, у кого хотя бы какая-то часть еврейской крови бежала в жилах. Но оказалось, что какого-то количества боевых офицеров вермахта бежит в жилах еврейская кровь. Их командиры настаивали на том, чтобы этих офицеров не изгоняли из армии, не отправляли в концлагерь, а позволили им служить. Решить это мог только Адольф Гитлер, который стал главой государства и главой правительства, и ему на подпись приносили эти бумаги. И его это дико раздражало, потому что он понимал просьбы генералов, известных ему генералов, которые просили оставить в рядах вермахта того или иного офицера, тем более идет война, все офицеры нужны. Но он понимал, что когда он ставит такую подпись, он ставит крест на собственной теории расовых представлениях. И есть ли офицер, в жилах которого бежит еврейская кровь, награжден, отмечен, если он признан храбрым солдатом, то чего стоят его разговоры о том, что хорошие солдаты немцы, а евреи ни на что не годятся. Поэтому он сопротивлялся этому как мог, потому что это разрушало все его представления о расовой иерархии. Какое-то количество людей с еврейской кровью продолжали служить вермахтю. Среди них, кстати говоря, был известный человек Гельмут Шмидт, который потом в Федеративной Республике станет канцером, главой государства, он прожил долгую жизнь, ушел в мир иной в 90 лет. Он рассказывал, что он сражался, он воевал, и понимал, что когда война закончится, с ними со всеми покончат. Но вырваться из этого не мог, потому что он должен был доказывать, что несмотря на присутствие в жилах еврейской крови, он умеет воевать лучше, чем другие. Это присутствовало, этот мотив существовал. Эти безумные идеи о том, что по наследству передается не только какой-то набор генов, а вообще и представление о жизни, и характер, и взгляды, он действительно охватил тогда публику. И из чего исходили нацисты? Что если в жилах человека течет еврейская кровь, то значит, он изначально преступник, негодяй, вор, торгаш, обманщик. И дети, которые рождаются евреев, они будут нести в себе эти те же самые качества. Поэтому подлежат уничтожению все. Не только те, кто нам не нравятся, наши политические противники, кто с нами не согласен, но все, и старики, и дети, особенно маленькие дети, потому что они вырастут и станут врагами. И эти идеи безумные. Ведь постепенно проникли в германское общество. И германское общество согласилось с этим, что даже маленькие дети должны быть уничтожены. Это стала практической политикой, и стала реализовываться в годы существования Третьего Рейха. Но одно я должен сказать, что этого бы не произошло, если бы не Адольф Гитлер. Националистические идеи, злобно-националистические идеи, яростный антисемитизм существовал во многих странах. И только в Германии он превратился в этот преступный бизнес по вине одного человека, Адольфа Гитлера. В чем многие со мной не согласны. Но я твердо уверен в том, что если бы не было Адольфа Гитлера, нацисты не пришли бы к власти, не попытались бы захватить полмира, не было бы Второй мировой войны, не было бы Холокоста. Это все произошло из-за Адольфа Гитлера. И я поэтому думаю, что нам с вами есть смысл поговорить о нем отдельно. Понять Адольфа Гитлера не так просто. Кого-то это может удивить. Он покончил с собой давным-давно, прошли многие десятилетия, а изучать Гитлера начали его еще при жизни. Я помню, что я в юном возрасте читал, такая была известная работа, «The Mind of Adolf Hitler». переводит обычно как разум Адольфа Гитлера. Я бы перевел как менталитет Адольфа Гитлера. На самом деле это был психологический портрет вождя нацистов, созданный одним американским профессором, который работал на управление стратегической службы, внешнюю разведку Соединенных Штатов. И там, кстати говоря, очень было много интересного. Еще в те времена он увидел довольно точно какие-то черты Адольфа Гитлера. Тем не менее, прошли десятилетия, огромное количество работы ему посвящено, и появляется все новое, не потому что он такая масштабная личность, а потому что масштабные свершенные преступления. И как это произошло, почему это произошло, и почему он сумел взять веру в Германию, я думаю, что мы с вами отдельно поговорим. Это того заслуживает. Мы очень многое сможем понять. Если вам это интересно, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube.